Чего? Барин дома? Да где ж ему быть? Ему письмо. 4 ноября 36-го года на имя Пушкина пришло анонимное письмо. Кавалера первой степени командора и кавалера светлейшего ордена. Раконосцев. Единобластный избрали господин Александр. Пушкина ставили в известность, что общество знает о том, что ему изменяет жена, и он объявляется рогоносцем. Клевета грязным пятном расползлась по всему Петербургу. Мерзавцы. Многое осталось в этом дуэльном деле темным и таинственным даже для меня. Наш император Николай Павлович захотел сам разобраться в этой истории. Только через несколько дней после смерти Пушкина государь, наконец, смог разнакомиться с содержанием злополучного пасквиля. Бенкендорфа ко мне. Немедленно. Слушаюсь. Что это? Я вас спрашиваю, Александр Шристофорович, что это? И второй вопрос. Почему это попадает в мои руки совершенно случайно? Это анонимное письмо, присланное Пушкиной. Что вы говорите? Позвольте спросить, Ваше Величество, как к вам попало это? А вот это мое дело. Вы вчитывались в эту гадость? Гнусные намеки направлены не только против Пушкина, но и... Суд над Дантесом уже начался. Процесс по этому делу начинается как раз сегодня, Ваше Величество. Необходимо найти пасквилянта. Поручить это дело Дубельту. Да, Дубельту, Леонтию Васильевичу. Свободны. Объявите о тайности процесса. Слушаюсь, Ваше Величество. О, Господи. Как бы не испугать жены? Пойди, друг, вперед и скажи ей, что моя рана не опасна. О, Господи. Залица не... Не доглядела. Не доглядела, какая круто. Что, Никита, грустно тебе нести меня. Рана моя, Ташенька, вовсе не опасна. Но я попрошу тебя сейчас уйти. Как кто-либо меня уложит в постель, сразу позову. Ташенька. Дайте мне все чистое. Алле, алле, алле. Быстрее. Кажется, пуля в боку. Нет, нет. Я за врачом. Только к полуночи приехал лейпметик Николая Первого. Аринд. Я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна. И что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды. Я благодарю вас за откровенность. Только, пожалуйста, не говорите об этом жене. Я прошу вас от моего имени просить государя, чтобы он меня простил. Просите за Донзаса. Он мне брат. Он невинен. Я схватил его случайно на улице. Друзья, прощайте, друзья. Там, в шкатулке, кольцо возьми. За бирюзой. Найценнейшее от насильственной смерти. Почему ты не надел его? Прими, дорога, от меня о памяти. Я готов отомстить за тебя тому, кто... Нет, мир. 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 Не хочу, чтобы кто-то за меня мстил. Хочу умереть христианином. Поздно ночью Аринд и Жуковский привезли записку от государя. Прими мое прощение и совет умереть по-христиански. И о жене, и о детях не беспокойся. Они будут моими детьми, и я беру их на свое попечение. Скажите, государю, жаль, что умираю. Есть был бы его. Около четвертого часа боль в животе начала усиливаться. И к пяти часам сделалась нестерпимой. Это была настоящая пытка. Константин Карлович, Александр Сергеевич велели подать ящик. Не стола письменного, а там ведь пистолет. Нет! Нет! Что ты? Что ты? Грех верить. Да, другая, я хотел стрелиться. Прости, но страдания, страдания мои невыносимы. Господи, Господи. Если бы Наталья Николаевна слышала эти крики, уверен, рассудок ее не выдержал бы. Но ей овладел почти летаргический сон. А утром двадцать восьмого от нее перестали скрывать, что Пушкин ранен смертельно. Аринд, меня приговорил. Я ранен смертельно. Ты будешь жить. Тщ-щ-щ-щ-щ-щ. Ты будешь жить. Наси по мне траур. Два или три года. Постарайся, чтобы тебя забыли. А потом выходи замуж. Но только не из-за пустозвона. А теперь ступай. Позовите детей. Одного за другим подводила детей к отцу. Сестра Наталья Николаевна. Александрина. Пушкин пожелал исповедоваться и причаститься. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Для этого из конюшенной церкви был приглашен священник Петр Песоцкий. Жизнь вечная. До последнего вздоха Пушкин был в совершенной памяти. Морожки. Моченые морожки. Он пожелал, чтобы Наталья Николаевна покормила его из своих рук. Спокойное выражение лица Пушкина вселяло призрачную надежду. А в эту минуту уже начался последний процесс жизни. Тяжело дышать. Давит. Отмучился. Я закрою ему глаза. Нет. Саша. Саша. Анатолий Николаевич. Ну, вставай. Ну, вставай же, Сашенька. Хороший мой. Ну, вставай. Ну, вставай. Вставай. Ну, вставай. Ты жива. Ты жива. Ты жива. Вот Никита Лёд для барина. Не надо. Барин мой, Александр Сергеевич, помер. 29 января в 2 часа 45 минут пополудни в России не стало Пушкина. КОНЕЦ Я скоро весь умру, но день мою любя, Храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет, толпою суеверной Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный И, долго слушая, скажите Это он. Вот речь его. А я, забыв могильный сон, Взойду невидимо и сяду между вами И сам заслушаюсь, и вашими слезами Убьюсь, и, может быть, утешен буду я Любовью. В этой своей последней дуэли Пушкин одержал победу. Он специально разошел на свою Голгофу. Специально. Для того, чтобы, распрощавшись с жизнью, Вернуться к жизни вечной. К бессмертию.